Небо над площадью Славы озарили сигнальные огни. Это техническая репетиция акции «Лучи Победы». Ее проведут 24 июня в 23 часа в память о параде победителей 1945 года. Тогда по Красной площади в Москве прошли около 30 тысяч человек-победителей, в том числе почти 200 жителей Куйбышева. Их имена и личности продолжают устанавливать. Затем небо над столицей озарили праздничные световые кольца. Их формировали с помощью зениток, которые привезли со всех фронтов. Во время эвакуации, во время бомбежек, во время боевых действий, естественно, во всех городах было затемнение. И вдруг, впервые после того, как война закончилась, можно было увидеть этот свет, свет праздника, свет радости, свет победы. Это акция, которая в 2020 году впервые была вновь проведена к 75-летию победы, была поддержана президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путином. Прошла она впервые тогда в Севастополе. И потом президент России принял решение о том, что эта акция будет ежегодной. Лучи победы озарят в Самаре небо над площадью Славы и над памятником штурмовику Ил-2. Доступ непосредственно к памятнику штурмовику будет закрыт в целях безопасности. Наблюдать за происходящим можно будет с прилегающей территории. А владельцы автомобилей смогут оставить свой транспорт у торгового центра «Самолет» и гипермаркета «Магнит». Используется шесть зенитных прожекторов, используется также шесть бимов. Они будут стоять непосредственно под крыльями самолета. Также используется архитюрная подсветка для того, чтобы выделить цветом сам самолет. Также будут использованы световые приборы, которые будут считать оркестр, который будет работать непосредственно в сам день мероприятия. Красочное представление будет сопровождаться музыкой. Напомним, всероссийская акция «Лучи победы» пройдет в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести страны. В Самаре она пройдет впервые, чтобы напомнить о подвиге жителей военного Куйбышева и общей победе советского народа. Акцию «Лучи победы» можно будет увидеть в паблике Самары ГИС ВКонтакте. Мы будем вести стрим с места событий. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, Константин Головин. События.